привет всем вы на канале позитивный огород сегодня хочу сделать обзор томатов на 2021 год вот такие вот 7 томатов из них всего один гибрид а остальные все сортовые томаты 3 томата выращивали уже в этом сезоне и по итогам сезона решили оставить их на 2021 год начнем наверное с этого томата это у нас любимый праздник очень крупный розово плодный томат и при этом у нас обеспечивает стабильный урожай плоды у него до 1300 граммов но конечно же чтобы у нас выросли такие плоды нужно формировать кисть то есть оставлять там 12 лодика и соответственно тогда у нас формируется такие особо крупные томаты в основном же этот томат у нас вырастает до 500 600 граммов куст у него детерминатный до 80 сантиметров но в теплице конечно он брать вырастить немножко побольше где-то около метра а в открытом грунте соответственно вот заявленный именно его рост он и будет на деле вкусный урожайный оплату не вот такой вот сердцевидный по форме напоминает сердце очень сочный сахаристый и вкусный томат или опять же таки это у нас сибирская селекция соответственно томаты устойчивы к нашему неблагоприятным погодным условиям перепадам температур и можно выращивать как в открытом грунте так и в пленочных теплицах следующий томат у нас вот такой вот зеленоплодный сибиряк это у нас малахитовая шкатулка незабываемый сладкий вкус высотой данный томат достигает полутора метров но в открытом грунте он конечно не будет такой высокий все-таки где-то метр двадцать либо до метра плоды у него самый крупный до 900 граммов но в основном же конечно формирует он плоды где-то 300 400 максимум 500 граммов а чтобы такие крупные завязались плоды опять же нужно формировать кисть когда данный томат поспевает плод приобретает изумрудно-желтую окраску и при этом мякоть у него с дымным привкусом поэтому очень интересно попробовать вырастить данный томат нашей теплицы следующий томат у нас называется шоколадное чудо плоды у него в спелости приобретает такой вот шоколадную окраску при этом это также вас детерминантный томат то есть он невысокий но в теплице опять же таки все детерминантные томаты они вырастают гораздо больше чем это заявлено на упаковке тут именно защищенном грунте он вырастает до полутора метра плоды у него не слишком такие крупные но в принципе 250 400 граммов я считаю что это тоже очень хороший размер для томата приятный сладкий вкус при этом указанном упаковке что особенно вкусными почему-то являются слегка недозревшие плоды не знаю даже очень интересно попробую тоже вырастить и вот такой вот розово плодный и зелено плодный и вот такой вот шоколадный томат и идем дальше вот такой вот томат чудо земли мы его выращивали в этом году плоды у него очень крупные малиновые мясистый и очень сладкие высотой у нас около двух метров то есть не низкорослый томат плоды вот до 1200 граммов но в основном конечно тоже у него формируются такие вот томаты где-то в 500 600 граммов то есть не такие огромные хотите огромные то их нужно обязательно оставлять 1 2 в кисти тогда будет большие томаты и конечно томаты на нижней кисти самые крупные а чем выше то тем они становятся мельче но так для салатов очень-очень хороший и не подвергался он никаким заболеваниям то есть прям здоровенький такой томат очень-очень порадовал нас в этом сезоне и оставляем его на следующий выращивали в этом году вот такой вот детерминат и низкорослый томат большая мамочка сладкие плоды у него 220 340 граммов хорошо он прям так и чувствовал себя и в стадии рассады и потом уже когда высадили быстро начал завязывать томаты и томаты очень даже вкусные выращивают его как в теплице так и в открытом грунте но больше конечно он подходит для открытого грунта никакими опять же таки болезнями не подвергался не поражался именно в теплице в открытом грунте его не выращивали надо будет попробовать в этом году мякоть с насыщенным сладким вкусом высоким содержанием полезных веществ и ликопина поэтому очень полезный томат и достаточно прост в выращивании по сравнению с например любашей он гораздо лучше любаша хотя довольно таки разрекламированный сорт но именно большая мамочка она так скажем в нашем рейтинге любашу победила и осталась именно на следующий сезон вот такой вот томат черри хочу порекомендовать особенно это у нас томат вишенка смесь такая вот красивая сладкая гроздь здесь у нас четыре расцветки соответственно красный желтый розовый и темные такие плоды индетерминатный это томат высотой достигает около 5 где-то двух метров при этом плоды например на вот эти желтые они хорошо держатся на кисти розовые как бы такие средние в принципе тоже они хорошо достаточно держится а вот красные они и за ними нужно следить только они начинают поспевать и потом впоследствии они очень быстро могут осыпаться поэтому за красными но тут нужно прямо следить лучше конечно по мере созревания все такие вот сладкие черрики томаты собирать можно делать салаты можно замораживать их то есть очень такой и удобный выращивание и очень вкусный томат ну конечно большое количество таких томатов все-таки лучше не выращивать где-нибудь хотя бы два даже можно по два все садить их соответственно вонку и у нас могут попасться разные такие вот окраски там очень вкусные томаты сладкие единственную кожицу них тонко поэтому при каких-то вот именно перепадах влажности они могут могут трескаться тоже такая особенность небольшая но опять же таки долго они на кустики не задерживаться как только поспевают сразу их собираем и очень-очень вкусные и и опять же таки можно свежими кушать можно и заморозить вот такой вот томат евпа третт у нас гибрид один единственный из всех приобрели его только в этом сезоне очень популярный опять же таки почему приобрели потому что он нас не поражается вот всеми этими болезнями вершинной гнилью и другими вот этими болезнями фитофтора не поражается и как многие заверяют даже когда у нас уже наступает сентябрь месяц то данный томат должен все все еще быть не подверженным различным заболеваниям частности фитофторой растет очень хорошо опять же таки переносит перепады климата плоды у него все выровненные ровные гладкие такие прям просто как на картинке очень красивые томаты очень вкусные и при этом масса они где-то 130 150 граммов ну тут и написано что он устойчив нас к вирусам табачной мозаики кладоспариоза фузариоза ну то есть очень такой устойчивый томат в сибирском регионе это особенно важно потому что у нас с нашей погоды никогда ничего не угадаешь ранний томат для теплиц один из самых лучших поэтому очень хочется попробовать вырастить хорошо себя чувствует в заготовках соответственно цельноплотном консервирование такие вот томаты в этом сезоне решили мы точнее по итогам этого сезона и по различным статьям именно выписать и вырастить уже в следующем году особенно все таки из всех вот этих хочу порекомендовать все-таки чудо земли почему-то он лучше всех оказался в плане того что и крупные и при этом устойчивые болезням это вот именно индетерминантный томат и низкорослый томат соответственно большая мамочка тоже очень хорошо себя показал и остался на следующий сезон кто выращивал данные томаты обязательно поделитесь своими своим опытом своими выводами по поводу данных томатов что какое у вас сложилось о них впечатление если вам нравятся какие-то другие томаты обязательно тоже поделитесь нам будет очень интересно но всем тем кому данное видео понравилось подписывайтесь на наш канал делитесь видео с друзьями заходите почаще в гости и пока пока до новых встреч всем самого-самого наилучшего